вот еще вопрос значит по поводу вот мы с ребятами на еланчике обсуждали хотелось бы тоже ваше мнение услышать так скажем мозаику дополнительно по поводу связи первое старикова и путина проанализировав немножко решили что стариков рассказывает то что путина не дозволит да то есть это некий рутур о чем вы говорили то что если там кто-то понимающий то есть вот как вариант одна версия что вот и вторая тут связь между общественным движением которые стариков сейчас раскручивает этот профсоюз граждан россии и народный фронт там есть очень много пересечений и второе к чему мы пришли что вот этот процесс граждан россии это некий прототип народного фронта потому что народный фронт еще не оформился там нет ни четкого цели никаких то нет организационной формы то есть да сейчас просто всех сгоняет вот по крайней мере у нас башкирии там самарской области все кому не попадет туда вступают там всякие магазины профсоюзы и оперативы и раздорядки идут по вступлению обязательным и как вы видите вот связь стариков путина и вот связь вот эти двух нет но там связь стариков путин я думаю здесь немножко это преувеличение другое дело что есть какая-то линия какая-то концепция и в рамках этого в рамках этой концепции работают совершенно разные люди если говорить о стариков это конечно явно что он допущен к информации той которая для многих закрыта с ним встречались неоднократно и он знает нашей информации и кстати вот только что вышла вышел недавно фильм я привез этот диск если интересно будет можете посмотреть значит секретные материалы это телерадио компания мир запускает такую программу на на за она называется камасутра для банкиров вот и там как раз я выступаю из стариков и со стариков мы говорили по разным вопросам ну и я ему пытался некоторые темы раскрыть показать что он все-таки не доводит дело до логического конца он говорит что у него там свои задачи у нас свои задачи то есть он так дистанцируется слегка но и в то же время выходит на контакты вот то что он представил он представляет интересы скорее одного из церковных орденов то есть он по такой линии как вы так сказать на мой взгляд ну это просто мое собственное понимание такую линию он ведет насчет вот их движение тоже думаете что вот 25 апреля стариков устав они сформировали очень много было печенье вот то что 8 мая затем путин объявил народный фронт назвал волгоград сталинградом вот это все на патриотизме да вот надавил нет но вы прекрасно понимаете что когда реализуется концепция то нет ни одного движения в рамках этой концепции которое было бы не взаимовязано между собой да то есть вот это движение движение народного фронта значит действие жириновского действие так зюганова это все как бы так сказать в рамках одной глобальной концепции и если чего-то оттуда выдернуть старикова или зюганова или жириновского то тогда власти будет тяжеловато то есть пасти то надо всех как пасти для этого пастухи пастухи они подобраны достаточно грамотно в том смысле что каждый из них держит свою аудиторию но все вместе они четко реализуют то что сегодня предусмотрено в рамках менее действующей концепции при этом это реализуется вне зависимости от того он говорит что-то за или что-то против потому что если не будет никого против то против возникнет вот как бы так сказать или альтернатива будет вот то что мы с вами обсуждаем здесь но поскольку там противников уже достаточно и все роли противников расписаны то миссия противников гораздо более важно даже чем сторонников поэтому кто там стариков в большей степени помогает или жириновский или зюганов это еще надо посмотреть и может зюганов для власти гораздо более важен и ценен чем тот же станет пересекается зюганов он держит очень серьезную аудиторию эта аудитория если бы и масса свою курду не гнал то тогда бы это аудитория могла бы услышать какую-то другую информацию вот поэтому не думайте что союзник тот который союзник чаще всего тот кто как раз нападает и из моего опыта беседы жириновским детали может рассказывать но меня с ним была продолжительная беседа с глазу на глаз конечно вы надеюсь понимаете что нет более преданного человека у ельцина не было более преданного человека чем жириновский который на него постоянно нападал так устроена политика то есть главные союзники те кто выступает против а не те кто выступает за потому что те кто выступает за ладно бог с ним но всегда есть оппоненты и самое главное вот здесь выстроить ситуацию так чтобы все твои враги они в действительности или тобой управляем иначе вопрос может зайти куда-то не туда в этом смысле зюгана в жириновский они гораздо большей степени нужны значит сегодня для реализации скажем идей того же народного фронта чем чем чем